Всем привет! На улице похолодало. Я думала вам показать серию, несколько видео о том, как делать, выполнять данг, как забрасывать мяч в кольцо сверху. Но опять погода не хочет, чтобы я вам этого показывала. Поэтому я вам вот что сейчас покажу. Как делать передачи? Точнее, как выполнять? Во-первых, передачи бывают разные. Передачи бывают от груди, передачи бывают конкретной рукой какой-нибудь. И передачи бывают просто одной рукой, когда вы куда-нибудь далеко хотите отдать. Бывают передачи просто по воздуху вперед или вверх, когда вы дальнюю передачу отдаете. Бывают еще передачи также о пол. И передачи, они как бы нужны... То есть, вот такую вот передачу вы вряд ли отдадите, когда вы будете стоять в трехсекундной зоне, потому что когда вы начнете замахиваться, у вас с другой стороны мяч заберут. То есть, такую передачу вы отдаете на дальней дистанции, когда вы, например, стоите в одном углу площадки, а ваш игрок стоит возле кольца. Вот так сказать. Или он, например, забегает к кольцу. И вы ему тогда отдаете такую передачу. А вообще, чтобы вы знали, раньше не делали такие передачи, то есть одной рукой там как-нибудь далеко. Раньше двумя руками брали и об пол. Или двумя руками просто вверх отдавали передачу. Передачу. Вот. Вообще, вот такие вот передачи двумя руками от груди, они сейчас как бы отмирают, потому что на их смену ты можешь что-то сделать дриблинг, взять и этой же рукой отдать передачу. А чтобы тебе отдать передачу, ну, как бы сказать, по старинке, двумя руками от груди, то тебе нужно уже взять мяч в руки, и ты уже потерял дриблинг. А так, ну вот, то есть в новой форме передачи одной рукой, ты можешь делать дриблинг. А, так, хочу отдать передачу. Отдаю, а его резко закрыли. И ты, так, нет, тогда поищу кого-нибудь другого. То есть у тебя есть шанс передумать, ну, или, так сказать, сохранить дриблинг. Вот. А если, например, у тебя передача не удалась, то ты берешь мяч в две руки и, ну, пытаешься что-нибудь там уже сделать. Но, то есть, удобнее то, что, как бы, у тебя нет вот этой вот подготовки, что ты взял, а так ты делаешь, делаешь, и ты уже сразу отдаешь. То есть ты уже, когда мяч, ну, как бы, когда только ты прекратил дриблинг, ты уже все, отдаешь передачу. То есть, вот, передача одной рукой, она стала лучше тем, что она, как бы, быстрее, ну, и ее удобнее намного отдавать, и меньше сил затрачиваешь на эту передачу. Вот. Итак, давайте я вам расскажу, как отдавать, ну, вот такую вот передачу, вот, от груди, ну, или когда вы, там, примерно от груди какой-нибудь одной рукой. Итак, давайте начнем с ног. Ноги вообще должны встать, ну, либо на ширине плеч, но так не надо. Вообще лучше поставить, вот, я ставлю левую ногу вперед и правую назад. Да, левую ногу вперед, правую назад. Потому что я вот буду отдавать передачу, как бы, правой рукой. Так. А вообще передача, это, как бы, то же самое, что и бросок. Только бросок мы выполняем вот так вот, а передачу мы немного, то есть, как бы, поменяли траекторию нашего броска. То есть, передачу вообще нужно выполнять, ну, как бы, отдавать в центр тяжести, то есть, в живот или в грудь. Желательно в грудь отдавать, потому что руки у игрока быстрее дотянутся до груди, чем до живота. Вот. И если вы вдруг там промахнетесь, мяч упадет чуть-чуть ниже, то вы попадете в ноги, и игроку придется наклоняться. А если вы попадете в грудь или не попадете, а попадете чуть ниже, то он попадет идеально в живот. Ну, то есть, тоже такое второе положение, куда лучше всего отдавать передачу. Ну, а в живот он уже спокойно словит руками. Вот. То есть, ноги должны стоять, одна нога впереди, другая сзади. Потому что передачу в таком положении отдавать очень неудобно. То есть, вы должны, как бы, иметь разгон для руки. То есть, когда вы в прямом положении, вы никак не возьмете, ну, так сказать, разгон. А когда вы, вот, уже чуть-чуть повернули, то у вас уже есть место для того, чтобы, ну, то есть, вы, там, свои руки согнули и отдали хорошую передачу. Или же, вы, например, не сможете отдать, вот, передачу одной рукой. Вам будет удобнее, когда вы возьмете вот так вот. То есть, эта вторая нога, она, ну, которая, как бы, сзади стоит, она немного даже помогает. Потому что она действует, как, так сказать, второстепенная пружинка. Вот. То есть, мы поставили ноги немножечко, чуть-чуть согнули, а это обязательно. Потому что вдруг вам надо будет бросать. Ну, мы не знаем, в какой вы сейчас ситуации находитесь. Вдруг вы отдаете передачу из-за боковой, а вдруг вы на трехочковой линии. Вдруг вы можете резко поставить ногу вторую и выполнить трехочковый бросок. То есть, ноги лучше всего согнуть. Потому что вы можете поставить и бросить, как я вам вот только что сказал. Так, согнули, значит. Ну, или же, если у вас есть дриблинг в этот момент, то вы начнете резко делать дриблинг, там, в какую-нибудь из сторон. Так, значит, вернемся к передаче. Так, значит, ноги согнули, все. Одна нога впереди, другая сзади. Вот так. Вот так. Итак, значит. Одна нога впереди, другая сзади. Чуть-чуть согнули. И отдаете передачу. Так, дальше что? Туловище. Туловище, конечно, должно быть немножечко согнуто. Ну, или же выпрямлено. А потом должно быть согнуто. Потому что, чтобы добавить ничью силу. Потому что, если вы будете стоять уже как бы согнутыми, то вот этот вот дополнительный разгон, ну, который чуть-чуть, его как бы не видно, но он есть. То есть, вы в таком положении, если вот вы без рук, вы мяч не разгоните, а даже в таком вы уже мяч как-то отдадите. А вам еще потом помогают руки. То есть, туловище желательно располагать, ну, прямым. То есть, ноги согнутые, одна впереди, другая сзади. Туловище ровное, выпрямленное. Руки. Как действуют руки? Руки, ну, примерно как в броске. Одна рука, то есть, отдает передачу, а другая придерживает. И придерживает не сбоку, как при броске, а даже немножечко, как бы, препятствует отдаванию передач. То есть, самый-самый последний момент, мы убираем эту руку и отдаем уже передачу. Вот. Значит, руки. Руки нужно обязательно согнуть, локти, потому что это пружинка для передачи. То есть, во время броска у нас были ноги пружинки и руки пружинки. А когда вы отдаете передачу, вы не будете прыгать вверх. Вам надо просто отдать передачу прямо. То есть, чтобы она улетела либо вверх, либо там вниз, а полная, смотря как вы ее отдаете. Вот. То есть, руки взяли, ну, поставили вот так, как при броске. И вы отдаете передачу. Так. Мне, в общем, тут неудобно так получилось. Ну, ладно. То есть, это примерно как и при броске. И когда вы, то есть, завершаете передачу, у вас рука должна находиться вот в таком вот положении. То есть, как будто бы вы совершили бросок, только бросок вот так вот, а вы вот только в другом положении. Немножечко. То есть, чуть-чуть поменяли траекторию вашего броска. Не вверх, а прямо или там об пол. А об пол как выполняется. То есть, все равно мы встаем одна впереди, другая сзади. Чуть-чуть согнули и отгрудить двумя руками. И отдаем. Поняли. Или, например, вперед. Ну, вообще, чтобы вы сами знали, то, что бросок и передача мяча – это одинаковые по сложности, как бы сказать, ну, не упражнения, а как одинаковые по сложности механические движения, которые, как бы, примерно с одинаковой силой. Ну, то есть, они все равно нужны для того, чтобы там отдать в определенное место передачу. То есть, ты не сможешь отдать. Ну, нет, вы сможете, но просто для идеальности, вот как при броске, вот, рекомендуют бросать вот так вот. Нет, конечно, есть люди, которые бросают, три раза покружатся, сделают пробежку и потом бросят. Есть такие люди, конечно, но для идеала нужно бросать вот так вот. А передачу нужно делать, ну, то есть, вот, как я вам только что объяснял. То есть, ногу вперед, одна сзади и отдаете потом вот передачу. То есть, это примерно такое же, как бы сказать, механическое движение. Ну, оно одинаковое по сложности, как и бросок мяча. То есть, что бросок мяча, что передача, они примерно одинаковые. Только бросать вы будете, мне кажется, ну, вы больше будете работать на броском, поэтому вы, наверное, сейчас думаете, да как, может быть, передача такая же, как бросок. Просто вы, наверное, передачу не так часто там отрабатываете или отдаете, потому что вы хотите, чтобы вы хорошо бросали, конечно. Поэтому вы и будете так считать. Но вообще передача, ну, вы, наверное, потом начнете учить там передачу, хорошо отдавать. Вообще передача это то же самое, что и бросок, примерно, по сложности. Потому что там затрачиваются, как бы, одни и те же силы, примерно, как бы, нужно встать, там, в такое вот положение, там, руки согнуть. То есть, это, оно примерно одинаковое. Итак, давайте теперь поговорим вот передачи. Вообще передачи, они, вот такую вот передачу, которую я вам показал, вы, ну, скорее всего, не будете отдавать. Нет, будете отдавать. Но в редких случаях, вообще, сейчас передачи, ну, я даже сам, когда играю, мне потому что удобнее, когда я, например, играю, 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 увидел, игрок открылся, и я сразу же, то есть, могу взять и отдать передачу моему другу. Потому что, если я, я, одна нога впереди, это здесь, отдал передачу другу. То есть, защитник успеет построиться и закрыть то место, куда я хотела отдавать передачу. То есть, защитнику будет удобнее против меня играть, когда я буду отдавать передачу от груди, а не одной рукой. Ну, то есть, двумя руками отдавать передачу, а не одной. И ведь одна рука, она как бы, ну, то есть, смотрите, что будет лучше, если вы вот так вот бросите, или если вы вот так вот бросите. Конечно, вот так вот лучше будет, ну, так сказать, дальше будет лететь. И силы будет затрачено меньше намного, чем если вы, например, будете бросать, вот, ну, то есть, двумя руками, Ну и там от груди или от плеча, ну как сказать, двумя руками Затраченность сил будет намного больше То есть вообще передача одной рукой, она намного лучше Но все равно передача от груди, она нужна вообще, чтобы отдавать передачу об пол Ну то есть вообще об пол она самая идеальная передача То есть она и безопасная, потому что если ее подобьют ногой То засчитают как бы игру ногой и мяч все равно останется у вас Ну вот я вам показала как делать передачу, как делать хорошую передачу Ну вот, все Потом в следующей серии, если погода улучшится, покажу как бросать трехочковый бросок без прыжка